Привет, друзья! Сегодня я решила снять для вас офигенное видео, как мы на самом деле живем в Америке. Если вы думаете, что Америка это красивые улицы, красиво одетые люди, чуть ли не звезды гуляют там, то вы глубоко ошиваетесь. Почему я решила сделать такое видео? Потому что сейчас те, кто задумываются переехать жить в Америку по различным программам и даже, может быть, уже приезжают сюда, они просто в шоке. Они удивляются, насколько отличается жизнь здесь, в Америке, от того, как они себе это представляли. Итак, мы сейчас выходим из дома, и я вам покажу немножко нашего Небархуда, в котором мы живем. Это всего лишь 26 домов. И потом мы поедем до ближайшего магазина, до ближайшего супермаркета, до ближайшего ресторана, до ближайшей аптеки. Короче, все то необходимое, которое нужно каждому человеку для пользования ежедневно. Итак, поехали! Если вы жили в Европе какое-то время и думаете, что Америка – это небоскребы, бутики и, как я уже говорила, красивые улицы, сейчас вы посмотрите, как обстоит все на самом деле. Сегодня очень жарко, наверное, 35 градусов жары. Смотрите, сосед наш подстрих травку, а наша трава очень отличается своей высотой. Надо срочно стричь траву. Наш Небархуд насчитывает 26 домов. Да, дома классные здесь. У нас хороший застройщик. Все построено очень качественно. Дома в районе 300 тысяч долларов. Плюс-минус. Цена повысилась за последние 2-3 года. Раньше это было намного-намного дешевле. Вот, смотрите, табличка, дом выставлен на продажу. Где-то несколько месяцев назад у нас в конце вот этой улочки был куплен один дом. Год он продавался, цена стояла высокая, потом цену немножко сбросили, и дом продался. Не знаю, какая цена, но вот такой вот информацией я обладаю. Так, идем, идем, идем. Я делала видео про город Тампа. Ссылочка будет вверху. Посмотрите, насколько там красивый даунтаун и насколько прилегающая местность это трущобы. Ну, самые настоящие трущобы. Когда только отъезжаешь от этого даунтауна в Тампе, нищета, развалины, очень много криминала. То, что вот мне рассказывали про Тампу в определенное время суток ночной, а там уже не погуляешь так спокойно. Вот, такой у нас небольшой наборход. То есть мы уже практически дошли до конца. И после того, как мы сейчас с вами совершили вот такую вот прогулочку, я сяду в машину, и мы поедем с вами в магазин, в аптеку. Может быть, какой-то ресторанчик там захватим. Зайдем, заглянем. Вот, все. Вот это вот весь наш наборход. Пошли обратно. Люблю вот эту китайскую или индийскую сирень. Да, индийская это сирень. И вот там вот виднеется уже выход, выход из нашего наборхода. Совсем забыла вывезти на минутку собаку. Сейчас выведу ее на баклярд. Обычно мы с ней гуляем по улице, но сейчас по-быстрому. Вот сюда вот на травку. Она не хочет выходить на жру, но придется. Пошла к соседям. Так, давай быстрей. Мне надо снимать видео. Вот видите, у нас там растет банановое дерево у соседей. Очень красивое. Все, побежали. Идем. Захватим немножко мои цветочки. Выезжаем из гаража. И мчимся в ближайшем магазине. Засеку время. Сейчас у нас 4.12. Посмотрим за сколько минут. Учитывая трафик, мы до него доедем. Погнали. Вот так вот я выгляжу. Обычный наряд. Ничего особенного. Джинсовое платье. Так у нас все ходят. Смотрите. Вот этот наборход. Там есть гейт. То есть вы не проедете просто так. Нужно специальное разрешение. Хотя зайти пешком туда можно. В основном здесь частные, большие владения. Раньше это были фермерские хозяйства. Вот следующий наборход. Где вы можете заходить спокойно и свободно. Немного есть леса. Вот с левой стороны. Его никто не вырубил. Так называемые джунгли, через которые не пройдешь. Ну а в основном в нашем районе лес уже вырубили. Так застраивается сейчас все очень быстро. Есть дома поскромнее. Есть дома богатые. Есть прямо целые поместья. Вот за таким лесом иногда скрываются очень красивые большие дома. Окруженные огромной территорией. Это все частные территории вокруг таких домов. Но есть и совсем малюсенькие. Небогатые дома. Я думаю, что если это большой дом. Какая-то вилла. Или что-то типа этого. Цена может доходить до миллиона. Вот, например, вот этот дом. Скоро мы с вами будем проезжать поле. Огромное поле. На котором пасутся коровки. Мне нравится, что в Америке коровы черного цвета. Это немножко непривычно нашему глазу. Вот здесь вот. Вот наиборхуд на 500 домов. Вырубили очень много леса. И вот сейчас мы приближаемся к этому полю, на котором пасутся коровы. Если мы их сейчас увидим, нет. Сегодня коров нет. Но они здесь бывают время от времени. Такое специальное поле для выпаса животных. Итак, мы выехали в 4.12. Сейчас 4.15. Мы едем 2 минуты. Никогда не засекала, сколько же времени. Надо ехать до нашего ближайшего супермаркета, который называется Publix. За вот этим поворотом мне надо сбросить скорость. Потому что здесь очень резкий поворот. Видите, тут лежачие полицейские. Такие ребрышки. Сейчас вы их услышали. В таких траках продается мороженое. Поворот заканчивается. Тут можно прибавить скорость. Вот такой вот пейзаж в нашей местности. Почему я это все-таки показываю? Потому что представление об Америке у наших бывает разное. В особенности это представление формируется по фильмам. Я согласна, что Америка разная. В крупных городах это будут небоскребы. Есть вообще глухие, приглухие деревни. Но есть вот такая вот местность, как у нас. Я считаю, она смешанная. Есть где-то высокие дома. Я имею в виду, Америка вся одноэтажная. Есть где-то высокие частные дома. Двух-трехэтажные. Но есть и совсем скромные домики, поля и леса вокруг. Это я говорю, но нашей местности. То есть у нас здесь больше такая фиксованная, средняя местность. Посмотрите, какое огромное дерево. Сто лет, сто летнее, наверное. Да, здесь нам придется затормозить. Это развлекательные какие-то горки. Люди сдают их на прокатах и зарабатывают таким образом делом. Вот это поместье мне очень нравится. Это мое любимое поместье. Я его так называю поместье. Тут шикарно все оформлено. Про гулять пешком. Вот смотрите, сколько мы едем. Нигде никаких пешеходных дорожек нет. То есть, да, вы можете встретить человека, идущего по обочине дороги. Но это будет выглядеть, скорее всего, как нонсенс, чем как норма. И за три года, которые мы здесь живем, мы поменяли шесть мест жительства. И вот эта местность мне нравится больше всего. Я была в 12 штатах. Мне есть с чем сравнить. Но, тем не менее, вот здесь такое сочетание, как я уже сказала, серединка такая золотая. Да, где все более-менее близко находится. Есть какие-то развлекательные места, рестораны и магазины. Не так далеко до ближайших магазинов. В общем, все находится в таком балансе. Мы уже почти приехали к нашему супермаркету, который называется Publix. Вот там вот зелененькая. Сейчас машина закрывает. Чуть позже покажу вам зеленую выписку, на которой написано Publix. Да, и что еще интересно, три года мы здесь живем, и мы ни разу не были ни в каком парке. Я уже начала спрашивать у соседей, где здесь ближайший парк, чтобы можно было там пройтись, погулять. Одна соседка пообещала мне показать парк где-то здесь в десяти минутах отсюда. Ну вот сколько мы с мужем не пытались искать парки поблизости, а у нас пока ничего не получилось. Тоже проблематично здесь найти парк, чтобы гулять с собакой. Мы были один раз, он где-то в двадцати пяти минутах от нас. Но там было столько собак, что наша собака просто испугалась, забилась под скамейку. Потом я ее взяла на руки, и она у меня сидела просто на руках. Потому что желающих погулять в парке с собакой было огромное количество. Мы пока на красном светофоре ждем, когда загорится зеленый свет. Вот так вот долго мы с вами ждем. И сейчас 4.22. Мы поехали. Зеленый свет. И вот мы доехали до ближайшего супермаркета. Вот сейчас можем посмотреть выезд, который называется паблик. Пабликс. Сейчас мы паркуемся и зайдем в этот магазин. Здесь надо ехать очень медленно и пропускать всех желающих. Особенно смотреть внимательно, нет ли детей. Так, это парковка для тех, кто приехал забрать свою продуктовую корзину. Тут ее вам собирают, да и вы просто приезжаете, собираете. Готовы. Пакет собирают. Все. Для экономии времени. Итак, мы подходим к пабликсу. Здесь все перемещаются с тележками. На тележке вы можете довезти продукты до своей машины. Как правило, закупка идет на неделю и больше продуктов. Ну вот, рядом с этим супермаркетом есть пару ресторанчиков, которые я вам потом покажу. А вот собирают тележки, потому что каждый оставил свою тележку возле своей машины. Заходим в супермаркет. Вот тут нас радуют цветочки. Вот такой вот супермаркет, в котором все есть. Меня привлекает сейчас отдел булочек и бирожных. Что-нибудь хочу прикупить к обеду. Вот этот тортик называется Красный Вельвет. 3,69. Я, наверное, возьму вот эти вот кексы. С разными вкусами. Шоколадный, лимонный и ванильный. Так, ребята, в общем-то, супермаркет как супермаркет, ничего особенного. Дальше я вам покажу сейчас рестораны, которые здесь поблизости. Чтобы вы понимали, какого плана эти рестораны в Америке могут быть рядом с супермаркетами. В таких тележках перемещаются инвалиды. Они просто садятся в такую тележку и едут. То есть здесь все построено на доверии. Вот такие вот тележки для крупных людей написано. Спешл Ниц, специальная нужда. А это тележки для детей. Можете посадить даже два ребенка. Видите? Пристегнуться можно. И покрутить вот такой вот руль. Сейчас посмотрим, что здесь находится поблизости рядом с супермаркетом. Итак, здесь вы можете подстричься. И вот наш ресторанчик, который называется Патреллос. Заглянем в серединку. Вот сюда и присядем. Мы уже вышли из ресторана. И следующая за рестораном это ЮПС. Отсюда вы можете отправлять свои посылки, документы. Очень удобно. Следующая за ЕПС. Вот такая вот пиццерия. Заглянем и в нее. Видите, никого. Следующая за пиццерией Enterprise. Здесь вы можете арендовать машину. И это у нас Laundry Cleaners. Здесь вы можете сдать свою одежду в химчистку. Все, заканчивается вот эта линия магазинчиков. Если вы живете в Америке, напишите, что видно из вашего окна. Огромные красивые небоскребы или поля и равнины. Итак, подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Предлагайте новые темы для видео. И скоро увидимся. Спасибо.